Я всегда говорил о том, что для государства потерять интерес со граждан значительно страшнее, чем гражданам потерять интерес или вообще потерять государство. Тут связь очень простая и понятная. Именно граждане содержат государство, а не наоборот. Однако в нашем королевстве кривых зеркал все совсем по-другому, и время от времени кажется, что в Башкирии башкирские чиновники делают все для того, чтобы население и граждане отвернулись от государства, разуверились в его возможностях, в его заботе о них, и вообще перестали обращать на него внимание. Вот вам два примера, которые случились у нас на прошлой неделе, которые, на мой взгляд, самым ярким образом характеризуют то, как нельзя взаимодействовать между государством и населением. Первый пример случился в деревне Базилевка. Это примерно в 20 километрах от города Уфы. Не очень далекая деревня, не очень глухая. И вот в этом населенном пункте случилась такая история. Жители одной из улиц этой деревни много лет безуспешно просили местную администрацию обеспечить их освещением улицы. То есть сделать им наружное освещение на улице темно и ночью опасно. Правда, эти все просьбы не возымели никакого действия, фонари не устанавливались, в бюджет расходы не включались, в общем, находились какие-то причины этого не делать. По прошествии многих лет граждане скинулись деньгами и установили сами опоры освещения, остановили там на них какие-то светильники и осветили собственную улицу за свой счет. Ну, собственно, что должна была сделать администрация? В представлении нормального человека администрация должна была возликовать, поблагодарить сознательных граждан, обняться с ними, ну и, может быть, там какую-нибудь ленточку перерезать. Не тут-то было. Также жители закупили сами фонари и сделали освещение небольшое на своих улицах. Так как у нас много детей, им нужно ходить на остановку, чтобы ездить в школы, техникумы, и в первую очередь мы думаем о них. Но недавно и этого освещения нас лишили. Как объяснили нам, установка незаконна, на балансе они не стоят, и их отрезали от электролинии. Администрация Базилеевки отключает электроснабжение вот этого самодельного уличного освещения и запрещает таким образом освещать улицу, при этом никоим образом не обеспечивая освещение улицы самостоятельно за свой счет. Вот пример того, как взаимодействуют население и государство. Жители ждали, 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 когда на их налоги сделают для них конкретное благо, не дождались, сделали сами, по сути, заплатили второй раз, и у них это благо отбирают. Пример второй. В общежитии пединститута, в студенческом общежитии, студенты не имели возможности постирать собственное белье и собственную одежду. У них там не было ни прачечной, не установлены были какие-либо стиральные машины, много лет они мучились, просили администрацию общежития, администрацию вуза обеспечить их этим, в общем-то, элементарным благом. Никакого ответа и никаких встречных шагов не случилось. Студенты предсказуемо скидываются деньгами, покупают стиральные машинки и пытаются их установить в общежитии. Что делает администрация вуза и администрация общежития? Радуется и помогает им с обеспечением электропроводки? Нет. Запрещает носить стиральные машины в здание общежития студентов ПЕД-института. То есть, вот еще один пример, абсолютно идентичный пример взаимодействия власти и граждан. В одном случае это власти поселка и деревни, в другом случае это власти вуза, но вуз, в конце концов, все равно ассоциируется с государством, у нас ПЕД-институт это государственное учебное заведение. Какой может быть реакция на это все у людей, у студентов, у жителей деревни Базилевка? Какая может быть реакция? Только реакция отрицания. Государство ежедневно, ежечасно, ежемесячно и ежегодно строго следит за нашими доходами и взыскивает с нас налоги. Эти налоги, казалось бы, должны были идти на какие-то общественные блага, на развитие, на благоустройство и на улучшение нашей жизни, но как только мы пытаемся робко спросить государство, а куда же оно делало наши деньги, государство, раздувая щеки, выдумывает какой-нибудь новый закон, который запретит нам спрашивать, куда делись деньги, которые мы ему дали подержать. Как говорила Маргарет Тэтчер, не существует никаких государственных денег, существуют только деньги налогоплательщиков. Похоже, что вот именно об этом и забыли башкирские чиновники. Тем временем, параллельно с этими двумя новостями про Базилеевку и Пединститут, выходит новость о том, что только содержание и обеспечение канализации в коттедже ради Хабирова обойдется государственному бюджету, республиканскому бюджету, и нам с вами обойдется в 9 миллионов рублей в год. Вот эти деньги государство охотно готово истратить на содержание канализации дорогого ради Фаритовича и уже объявило два тендера, в общей сложности почти 9 миллионов рублей, на содержание и обеспечение водоснабжения канализации коттеджа Хабирова. Так что, уважаемые подписчики, зрители, не забывайте вовремя платить налоги, иначе у ради Фаритовича может засориться унитаз. Редактор субтитров А.Семкин